Ну вот оценка Ежова я вижу 9,5. Так что она обошла Светлану Хоркину и всё сейчас будет зависеть от Анны Павловой. Вот такая балансировка тоже стоит 0,5-0,1. Мелкая ошибка у нас такая от 0,5 до 0,1. Опять же говорю в силу вредности судей каждому. Кому что надо, но вправе будет и тот, и тот. В чём это, в общем, совсем правильно, на мой взгляд. Пока она ведёт уверенно программу. Молодец. Вот такой элемент сегодня, конечно, поощряется, как бланш назад. Как-то назад прогнувшись на две ноги с приземлением, на две ноги одновременно. Вот какой прыжок в пистолете с поворотом на 360 тоже достойен уважения этот прыжок. Ой, какой хороший прыжок. Это китайский, китайский прыжок. Я считаю, прыжок кольцом, это безумие на бревне. И как его выполняют китайские гимнастки, я очаровываюсь и замираю. Но сейчас Анна Павлова это сделала совсем не хуже. Сейчас поскок. И я-то хвалю её дальше. Вот чуть-чуть не до ворот при приземлении, тоже за это будет наказано. А прыжок она сделала так. Со смены ног шпагат, казалось бы, но сгибая ножку заднюю, она должна коснуться затылкой головы. В общем, очень такой амплитудный, отчаянный прыжок, потому что, ну, абсолютное невидение, куда ты обратно возвращаешься. А надо вернуться на 10 метров. Именно этот эпизод сейчас и повторил. Вот, да, повторили, да, молодцы. И повторил решер трансляции Леонид. Гущин. Гущин. Так, что, конечно, смотрелось весьма эффектно в замедленном повторе. Даже в замедленном, да. Ну, вот сейчас у меня такое ощущение опять немножко теряется, потому что я не могу вычтить чётко базу. А где-то она может и даже у Ежовой выиграть. Или... Ну, Ежова довольно высокую оценку получила. 9,5 десятых. Это немало. Вот здесь Анна ошиблась немножко в том, что она не завернулась. Ну, чуть-чуть подождём, не бою.